Здравствуйте, уважаемые коллеги, слушатели. Приятного дня всем. Здравствуйте, Ирина Юрьевна, Лариса Викторовна, Ольга Николаевна, которые тоже меня слушают. Очень приятно, что вы пришли на этот вебинар. Я по образованию филолог-преподаватель. По профессии библиотекарь. Причем библиотекарь, можно сказать, чуть ли не с детства, с 17 лет. Работала в библиотеке МГУ сначала. Потом получила уже филологическое образование. Ну и так далее, и так далее. И вот мне, как преподавателю, ключевые слова не дают покоя. В чем дело? Значит, прежде всего ключевые слова лежат в основе создания текста. И не только описание текста, но и в основе создания текста. Я попрошу плюсики поставить. Мне очень интересно, сколько у меня здесь библиотекарей пришло на данный вебинар. Сколько библиотекарей? Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот. Так, библиотекарей очень много я вижу. Так, чудесно. Но преподаватели, я вижу, тоже пришли. Тут мне пишут, что есть преподаватели. Давайте, да. Так, вот, библиотекари, библиографы. Ну, мы можем назвать библиотекарей, библиографов. Да, общая такая профессия библиотекарь. Есть редакторы, да, конечно. Библиографы, да, да, понятно. Ну, авторов статей, да, есть и преподаватель тоже, конечно, вот, Татьяна Викторовна. Итак, о ключевых словах. Почему для авторов и библиотекарей, я уже объяснила. То есть ключевые слова нужны также для создания текста, поэтому и для авторов. Как библиотекари описывают тексты при помощи ключевых слов. Но ключевые слова, почему в статье, почему не в книге? Потому что меня интересовало более массовое, так скажем, производство. Потому что статьи пишут, ну, сейчас практически каждый преподаватель должен писать статьи. Это святая обязанность преподавателя. Автор статей и книг, конечно, бывает, но книга бывает одна, большая. Пока человек напишет одну книгу, он напишет, наверное, статей 10-15, может быть. Да, конечно, автор статей и книг обязательно, да. Но мы ограничимся статьями. К тому же, да, библиографы знают, что обычно книги описывает специальный отдел библиотеки. То есть тоже более узкая сфера. А вот статьи описывает практически каждый библиотекарь, библиограф, заведующий отделом. Все подвизаются на этой ниве. Поэтому взяла более узкую тему, наверное, не в статьях и книгах, а ключевые слова в статье. Итак, ключевые слова, конечно же, нужны для создания текста. Но нам нужно выяснить, что такое ключевые слова и каковы их функции. Ну, прежде всего, конечно же, ключевые слова нужны нам в коммуникации. Об этом чуть-чуть попозже. Но какие дисциплины изучают ключевые слова? Ключевые слова изучает лингвистика, прежде всего, конечно же. И семантика – раздел лингвистики, изучающий смысловое значение единиц языка. Также ключевые слова изучает психология. И очень интересно, что есть такое направление – нейролингвистическое программирование в психологии, которая пользуется ключевыми словами для работы с клиентами, пациентами. И это тоже важно. Вот если видите, нижняя картиночка у нас. Здесь указаны ключевые слова, которые, как считают психологи, занимающиеся нейролингвистическим программированием, влияют на улучшение жизни человека. Ну, естественно, конечно же, прежде всего, у нас библиотечное дело пользуется ключевыми словами, архивное дело пользуется ключевыми словами, для хранения информации любой используются ключевые слова, и для поиска информации тоже используются ключевые слова. Так, я сейчас, наверное, попробую, боюсь сделать неправильно, потому что я только начинающий спикер, но попробую открыть презентацию, может быть, так, в крайнем случае нет. В крайнем случае тогда... Я вижу, что экран немножко закрывает, экран со мной немного закрывает презентацию, наверное, то же самое у всех остальных происходит, поэтому мы попробуем как-то дальше двигаться вперед. Итак, есть у нас адресат и адресант. Адресант – это тот, кто обращается с речью к кому-то. Адресат – это тот, кто получает информацию. И адресант кодирует информацию. И кодирует он информацию при помощи ключевых слов. Практически так именно получается. И ключевые слова несут, они опорные вехи в этом общении. И они играют роль в порождении и в восприятии текста. И вот информация таким образом поступает от адресанта к адресату. Это не какая-то смесь непонятных слов. Это текст, который опирается на ключевые слова. Ну вот одно из определений ключевых слов. Такое достаточно распространенное. Ключевые слова должны не только сжато выражать основные понятия и темы текстов, но и осознаваться как ключевые всеми участниками коммуникации, а также соответствовать текущим запросам и ментальным стереотипам современного общества. Ну, в общем-то, примерно получается одно и то же у нас. То есть связь ключевых слов со смысловым ядром текста, как и у адресанта, так и у адресата, повторяемость ключевых слов, они пронизывают текст тоже у того и у другого. И композиционный костяк текста, ключевые слова в основании этого композиционного костяка лежат, и поэтому тоже адресант это так видит, и адресат это тоже так видит. Но адресант передает информацию, а адресат получает информацию при помощи ключевых слов. Ну, ключевые слова, тоже вот еще одно определение, образуют систему и формируют смысловое ядро текста. Ключевые слова играют важную роль в создании текста, в сжатии текста, то есть когда мы конспектируем текст, мы воспринимаем его именно по ключевым словам. В хранении информации, в поиске информации, в поиске смысла текста, то есть создаем текст и определяем смысл текста. Ищем текст тоже мы по ключевым словам. Но ключевые слова и словосочетания передают основную информацию в тексте и не только. Вот есть книга Анны Вежбицкой, это польский автор, «Понимание культур через посредство ключевых слов». То есть ключевое слово культуры. Есть, ну даже такая аббревиатура, КТСМ, ключевое слово текущего момента. Есть ключевые слова культуры, как я уже сказала. «Идеологемы», АКС, архетипические ключевые слова. Они незаметны, но обязательно присутствуют в политической речи. Также есть так называемые ключевые слова эпохи. Ну, наверное, все мы помним, многие жили в это время. Эпоха застоя. Застой в данном случае это ключевое слово эпохи, например. Итак, какую роль играют ключевые слова в создании текста? Прежде всего тут нужно сказать, что ключевые слова определяются интуитивно. Есть, правда, разница в том, человек создаёт текст по заданной теме или человек создаёт текст по своему желанию. Он решил написать об этом, значит, ключевые слова – это то, о чём он решил написать. А если название работы уже задаётся, значит, человек должен из названия сделать вывод о том, какие же должны быть ключевые слова в его тексте. Сейчас очень важный момент такой для старшеклассников – это работа, подготовка к ЕГЭ. И есть там такие задания, где нужно определить проблему текста. Вот, к сожалению, проблему текста из ключевых слов выяснить очень сложно. Тему – да, проблему – нет. Мне кажется, что в заданиях ФИПИ иногда смешивают эти понятия проблему и тему. Всё-таки тема, она определяется по ключевым словам, о чём говорится в тексте. А проблема – это что говорится в тексте об этой проблеме. То есть тут есть разница всё-таки. И эту разницу не всегда чувствуют, к сожалению, по-моему, даже составители заданий проверочных, различных заданий ФИПИ для подготовки школьников. Ну, как я уже говорила, есть авторы ключевых статей, есть авторы статей, которые используют ключевые слова, и библиотекари, которые этими ключевыми словами пользуются для описания статьи. Начнём говорить об авторах. Итак, предположим, что нам даны три темы. «Петербург» Фёдора Михайловича Достоевского – первая тема. Вторая тема – «Петербург в творчестве Фёдора Михайловича Достоевского». А третья тема – «Петербург в романе «Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского». Ну вот, при помощи WordArt я такие сделала инсталляции из ключевых слов, подходящих к данным темам. Так, мне тут советуют нажать две стрелочки разнонаправленные, уйдёт ведущая. Так, стрелочки разнонаправленные. Если бы я ещё нашла эти две стрелочки разнонаправленные, где они находятся, в какой части. Так что ладно, сейчас попытаемся, я постаралась сделать презентацию так, чтобы основная информация не попадала в поле экрана, где я нахожусь. Итак, первая тема – «Петербург Фёдора Михайловича Достоевского». О чём здесь говорить? Конечно же, о Фёдоре Михайловиче Достоевском. Это одно ключевое слово – «Достоевский». Другое ключевое слово – «Петербург». Оно, как и Достоевский, должно через определённые промежутки появляться в вашем тексте. Но о чём же здесь говорить? Наверное, прежде всего, это «Петербург Достоевского». Значит, нас интересует краеведение, то есть рассказ о самом Петербурге. О том, где жил Достоевский, какие места посещал интересные. Но, наверное, о его творчестве тоже. Потому что какие места, в которых был Достоевский, отражены в произведениях Достоевского, например. Но это и его биография. Как Петербург повлиял на творчество Достоевского? Как он повлиял на жизнь Достоевского? Что говорил Достоевский о Петербурге? Даже, может быть, не в своих произведениях, а в письмах, выступлениях и так далее. Следующая тема – это образ города в творчестве Достоевского. Образ Петербурга. Это очень интересная тема, но более широкая, чем третья тема. Более широкая, чем третья тема. И здесь рассказывается о Достоевском, естественно. О Петербурге, конечно же. Но тут основное внимание уже уделяется произведениям Достоевского. И образу города, образу Петербурга. Можно написать образ города, образ Петербурга. Чем отличаются сочинения? Ключевые слова, да, но они не повторяются. Сочинения раньше, до ЕГЭ, сочинения было не эссе. Оно было маленькой научной работой. Те сочинения, которые писали мы с вами. Ну и поэтому это сочинение как бы становилось предшественником будущих научных работ, будущих научных сотрудников. Потому что при поступлении в университет, в любой институт, люди писали вступительное сочинение. И обратите внимание, вот здесь в данном случае достаточно широкая тема. Это действительно тема для научной статьи. Только третья тема использовалась как тема для вступительных сочинений или для выпускных сочинений. А образ города в творчестве Достоевского, образ Петербурга в творчестве Достоевского, это статья научная, скорее всего, будет. И в данном случае нужен очень глубокий анализ. Анализ произведений Фёдора Михайловича Достоевского. Но теперь такой вопрос у нас возникает. Если мы говорим об образе Петербурга, у нас есть соблазн начать говорить о том, что рассказали о Петербурге Пушкин, что писал Вяземский о Петербурге. И потом ещё хуже, если мы начнём рассказывать о том, как Алексей Николаевич Толстой в «Хождении по мукам» в самом начале рассказывает о Петербурге, как он описывает этот город в сравнении с Москвой. Из тихого, заросшего липами переулка человек, как посмотрит на Петербург. Но всё-таки лучше, вот это ключевые слова, перед вами на картинке ключевые слова. То есть от этих ключевых слов не нужно отступать. Единственное, что в художественном, в маленькой научной работе к сочинению, естественно, лучше, если человек будет ключевые слова использовать разнообразные. Ну, Петербург можно назвать Северной Пальмирой, например, в каком-то случае, городом на Неве, столицей Российской империи. Это всё будет Петербург. Но, по сути дела, это будет то же самое ключевое слово. И теперь, если библиотекарь будет описывать такую статью, он выносит Петербург как ключевое слово. Ну, и последнее, это традиционное сочинение, ранее бывшее. Это Петербург в романе «Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского. «Преступление и наказание» читают в школе. «Преступление и наказание» изучают от корки до корки. И поэтому дети способны рассказать о том, как Фёдор Михайлович Достоевский описывает образ Петербурга, как изображает, создает образ Петербурга, как он в своём романе говорит о Петербурге. То есть, обратите внимание, очень похожие темы. Петербург Достоевского, Петербург в творчестве Достоевского, Петербург в романе «Преступление и наказание» Фёдора Михайловича Достоевского. Но при их схожести обязательно есть какие-то ключевые слова, которые указывают на различие между этими темами. И это очень важно. То есть, нужно выбрать какие-то для создания работы научной, нужно выбрать именно те ключевые слова, которые соответствуют либо заявленной теме, вами заявленной теме, либо той теме, которую вам предложили. Потому что иногда приходится писать работу по уже предложенной теме, раскрывать предложенную тему. Ну, вот это примерная такая схема сочинения. Ключевые слова в теме сочинения, ключевые слова в первой части, первая часть – это «Вступление», ключевые слова в основной части и ключевые слова в заключении, в третьей части сочинения. Ну, может быть так, если эту картинку принять как указание, как такое требование жесткое, то, конечно, может показаться, что слишком много ключевых слов. Однако, если у нас 4 ключевых слова, то в «Вступлении» мы их используем. Первое, второе, третье и четвертое. Все 4 слова. Ну, и потом в основной части мы как-то их чередуем. Однако, если абитуриент или выпускник не использует ключевых слов, какая может возникнуть проблема? Его могут обвинить в том, что он отступил от темы, от заданной темы, от темы сочинения. Такие проблемы бывают, конечно же, и у авторов статей. Приходится это видеть неоднократно в статьях, которые мы уже расписываем, как специалисты, библиографы, библиотекари и прочие библиотечные специалисты. Ну, вы знаете, что, если, например, вы пообещали что-то сделать, да, то есть начали с чего-то. Вот сейчас самое неприятное, когда абитуриент или школьник или автор статьи пишет, «Сейчас я расскажу о...» И все ждут, когда же начнётся рассказ о... О Петербурге, о логопедической работе, о детях с ОВЗ и так далее. Но тут же в следующем предложении человек на что-то другое переключается, отвлекается и начинает рассказывать о чём-то совсем другом. Но вот это, конечно, печально. Вот для этого нам нужны ключевые слова, чтобы держаться за них, как за ниточку, как за какие-то поручни, чтобы добраться до заключения нашей работы без потерь. И чтобы не сказать лишнего, потому что научный работник может очень много рассказать по своей теме. Правда, проблема здесь возникает для научного работника немного другая. Когда вы планируете писать книгу или собираетесь защищать диссертацию, вы просто обязаны написать несколько статей, предваряющих, особенно то, что касается диссертации, магистерской диссертации или докторской диссертации. Это в данном случае даже не очень важно. Вы должны рассказать о своей работе. Но предупреждаю вас, к сожалению, сейчас так построен антиплагиат, что если вы всё расскажете о своей работе и все эти ключевые слова вы из своей книги или из диссертации используете, то потом возникнет проблема с плагиатом, потому что, к сожалению, так сейчас всё это сделано, что ваша собственная уже опубликованная статья, она уже существует где-то в каких-то ресурсах, и при проверке на антиплагиат она также включается. Вы её написали. Это ваше детище. Вы это всё придумали, сочинили, разобрали, подтвердили, провели эксперименты и так далее. Это вы сделали. Но чем больше вы статей пишете, тем сложнее бывает найти что-то оригинальное. Нужно какие-то другие ключевые слова вводить. Может быть, синонимы. Может быть, использовать только часть информации из книги или из диссертации, чтобы легче прошёл процесс проверки на антиплагиат. Это большая проблема. Преподаватели часто именно на это жалуются. Ну, вы знаете, что при публикации журналы обычно ограничивают набор ключевых слов к статье. Не более и не менее. Ну, там разные цифры в разных журналах бывают. Задача автора – подобрать о том, что такое набор ключевых слов, немножечко позже. Итак, задача автора – подобрать те ключевые слова, которые будут не просто репрезентативны. Это должны быть слова, отражающие последние веяния современной науки. Модные, интересные многим. Зачем это нужно? Ну, вот я тут разместила книжечку Никитиной. «И рисование верёвочкой». Ну, то есть простенькая книжечка у нас стоит в фонде. Но как только составляешь список литературы, ну, наверное, каждый второй список литературы для студентов, для преподавателей, магистров содержит эту книжечку. Всё благодаря чему? Благодаря тому, что когда книжечку эту расписывали, очень удачно тот, кто это делал, подобрал ключевые слова. Библиотекарь, библиограф. Вот именно этот человек так удачно подобрал к книжечке рисование верёвочкой, ну, простенькая книжечка, невероятно, для самых таких маленьких детишек, как рисовать верёвочкой. Это даже не красками, не карандашами, верёвочкой. Но так хорошо подобраны ключевые слова, что эта книга попадает буквально в каждый второй список литературы, ну, при автоматическом подборе этих книг по ключевым словам, попадает, документы по ключевым словам, попадает в каждый второй буквально список. Вот как бы вирусная получилась у нас книжечка. Та же самая задача автора статьи. Когда автор статьи... Ведь на самом деле статьи, которые появляются в журналах, они зачастую автоматически появляются также и в электронных библиотечных системах, публикуются в интернет. И это очень хорошо для автора. Нам нужно цитирование. И как люди ищут поиск? Поиск осуществляется по ключевым словам. Если поиск по ключевым словам дошкольное образование интересует очень многих людей, а вы пишете про дошкольное образование, не забудьте включить дошкольное образование. Теперь вот еще какие проблемы. Есть действительно более модные, в кавычках я сказала модные, ключевые слова. Например, ранняя помощь. Это ключевое слово появляется достаточно поздно, потому что оно появляется не очень давно. Хотя, конечно же, ранние книги по теме ранняя помощь писались с давних времен, потому что это очень интересное направление в науке, в специальной педагогике. Потому что чем раньше начнешь помогать ребенку с проблемами, с ОВЗ, тем раньше можно что-то исправить. Можно помочь этому ребенку, поддержать его. И действительно, это серьезное направление в деятельности педагогов. И в нашем институте Оксана Георгиевна Приходько возглавляет это направление. И она стремится изучить все вопросы ранней помощи детям. И педагогический коллектив тоже следует зачастую в этом направлении. Ну, изучает и другие, конечно же, темы. Но это очень сейчас современное направление. Но если почему мне приходится, например, искать книги в фонде? Потому что раньше этого ключевого слова не было. Но его не использовали. Вот так именно, как термин «ранняя помощь». Его не использовали. И поэтому ранее описанные книги, книги в 80-х, 90-х годах не содержат ключевого слова «ранняя помощь». Я уже знаю, что книга Мастюкова «Лечебная педагогика» тоже посвящена ранней помощи детям. Но если я буду искать по ключевым словам, я эту книгу не найду, к сожалению. То есть это еще одна работа. Нужно добавлять ключевые слова, которые стали актуальными, а ранее ими просто никто не пользовался. Но модным можно назвать слово технологии. Когда вы сейчас рассказываете о какие ключевые слова подобранные к этой книге, ну, наизусть я не скажу, ну, и творчество, дошкольное образование, дошкольная педагогика, логопедия. Специалисты говорят логопедия, но я уже скажу, как в арфографе, в арфеопическом словаре логопедия. логопедия, потому что это рисование веревочка используется для детишек, у которых есть нарушение речи. Ну, это небольшая, такая простая книжечка. Если вы видите ББК, там сверху оно видно 74,57. Это прежде всего, конечно же, подразумевает что там ключевое слово логопедия. Логопедия, дошкольная педагогика, рисование, наверное, тоже есть. Но, к сожалению, я список этих ключевых слов не вывела сейчас на экран. И мне нужно вернуться в библиотеку и посмотреть эти ключевые слова. Но что я помню, я сказала, что запомнила, из этого списка ключевых слов. Их не очень много, надо вам сказать, обычный НКС, набор ключевых слов. Но, тем не менее, очень полезный для наших студентов. ключевых итак, ну вот, кстати, о том, что ключевые слова могут быть терминами. Да, я еще не сказала вот о чем. Ключевые слова, которые мы подбираем, должны быть достаточно модными, подбираем для своей статьи. но зачастую можно заложить прямо в самой статье это ключевое слово, а оно может, без этого, оно может не прозвучать. Вот, если вы назвали свою работу логопедическая работа с дошкольниками, ну, значит, ключевое слово технологии сюда вставить будет нельзя. А вы могли бы назвать технологии логопедической работы с дошкольниками? Весьма возможно, что содержание, да, про количество ключевых слов я позже скажу, это будет прямо отдельно упомянуто. Содержание вашей работы может быть точно такое же. Просто вы назвали по-другому, просто назвали логопедическая работа, а могли назвать технологии логопедической работы. Технологии сейчас очень популярное слово. Если вы вводите это ключевое слово в описание статьи, но только с условием, если там, конечно же, если это слово прозвучит как ключевое, мы не можем, если такого ключевого слова нет в работе, мы не можем приписать слово технологии. То есть нужно обдумать это еще на момент создания статьи, на момент формирования названия этой статьи, что да, есть более популярные ключевые слова, есть в наше время, вот в данный момент популярные, все очень интересуются логопедическими технологиями, вообще технологиями, технологии в образовании, вот это всех интересует. Ну, еще немножечко скажу о разнице в терминологии, вот ключевые слова могут быть терминами, термины могут быть ключевыми словами, но термины не всегда бывают ключевыми словами, ну, то есть вы много терминов можете использовать в своей статье и не все они будут ключевыми словами, вы просто так говорите, это научный язык, без некоторых терминов вы не сможете обойтись, но ключевые слова это не обязательно термин, с точки зрения автора, который описывает статью, это даже ближе к хэштегам, вот да, тут я еще хотела обратить ваше внимание, что ссылаясь на статью зарубежных авторов, Матовских такой научный работник утверждает, что ключевые слова термины, которые содержат наиболее важную информацию, не всегда это термин, может быть слово, например, счастье, ключевым словом, по каким-то причинам, но это не термин, все-таки, или положительные эмоции, эмоции, да, можно считать психологическим термином, но положительные эмоции, может быть, задача автора была вызвать положительные эмоции у дошкольников каким-то образом, ну, например, роль игры в создании положительных эмоций у дошкольников но положительные эмоции как таковые термином может быть станет только в вашей статье, но это не термин по определению, то есть если вы начнете искать в словаре терминов, но эмоции может быть вы найдете, а положительные эмоции вряд ли. ссылки, гиперссылки могут быть в электронном документе, они связаны, конечно же, с ключевыми словами, но это уровень работы с электронным документом, и здесь уже вступают в игру программисты, и это их работа, и мы как юзеры, как люди, пользующиеся плодами программирования, да, мы знаем, что такое гиперссылка, что такое ссылка, мы пользуемся этим, но все-таки гиперссылка может быть на любое слово, и ссылка тоже может быть на любое слово в тексте, которое нам нужно. Ключевые понятия, это более высокий уровень анализа текста, чем ключевые слова. Ключевые понятия используются для работы с текстом в учебных целях, они необходимы для того, чтобы учащиеся могли лучше понять текст, то есть есть какая-то книга, есть какой-то учебник, глава в учебнике, и преподаватель или учитель сначала объясняет детям ключевые понятия, чтобы затем им было легче воспринимать информацию, данную в этой главе, в этом учебнике, что и понятно, потому что учащиеся, они всегда получают новую информацию, новую для себя информацию, и самая большая проблема первокурсника, например, это непонимание слов, то есть идет лекция, первокурсник сидит на лекции, и он начинает в лекции ученого, который ее ведет, очень много различных слов, но в МГУ лекторы не стеснялись, они употребляли ключевые слова, различные термины, так скажем, употребляли различные термины, ключевыми они были понятиями или нет, употребляли их спокойно и продолжали рассказывать далее, но на самом деле, понимая, кстати, что студент должен будет потом заглянуть в словарь и понять, что же значит это слово. Современные преподаватели понимают, что ключевые понятия надо объяснять и студентам, и школьникам, потому что возникает сомнение в том, что дети или студенты уже достаточно взрослые дети пойдут после лекции смотреть, заглядывать в словарь или... Ну, единственное, что сейчас стало легче, сейчас можно посмотреть в телефон. Не надо далеко забираться, куда-то идти в библиотеку, открывать огромный толстый словарь и искать это самое понятие или искать этот термин, искать это слово. Можно просто открыть поиск и это слово найти и узнать, что оно значит. Ну, еще немножко про хештеги. Я уже упоминала хештеги. Они похожи на ключевые слова, однако хештеги не всегда связаны со смыслом с тем, что сказано в электронной публикации, вот с содержанием электронной публикации. Они могут содержать информацию, например, о фирме, учреждении, где работает автор. Причем эта фирма, это учреждение не упоминала в статье, не упоминалась, или там в статье публикации, это может быть инстаграм, где только несколько фотографий, или может быть презентация какая-то опубликована. Просто вот, например, хештег театр пантомимы. Я, правда, здесь сделала ошибку одну, когда привычная орфография, я сделала пробел, а хештег предполагает отсутствие пробелов. Тогда будет один хештег театр, один хештег пантомимы. Это напоминает ЕГЭ, когда нужно несколько слов написать без пробелов в ответе школьника, в ответе выпускника. Есть такие задания, я не знаю, чему наших детей учат, правильный ответ заключается в том, что вы написали несколько слов, вы нашли слова, которые являются правильным ответом, и эти несколько слов вы написали в одно слово. Но хештеги тоже пишутся в одно слово, это я по привычке поставила пробел, театр пантомимы должен быть написан в одно слово. О месте проживания или работы автора Москва, скажем, Нижний Новгород, или Рязани, или еще какой-то город, или деревня, там мало ли, какое место хочет указать автор. Об эмоциях, важных в данный момент для автора, говорят хештеги. Но хештеги могут совпадать с ключевыми словами, если раскрывают содержание публикации. Часто количество хештегов бывает ограничено, в том числе и ограничение может быть чисто по количеству использованных букв. То есть не по тому, сколько вы хештегов использовали, а по количеству использованных букв. И вам придется, если вам хочется еще какой-то хештег вставить правильный, нужный для вас, то какой-то другой, менее важный, придется удалить. Но в чем сходство хештегов и ключевых слов с точки зрения библиотекаря? Библиотекарь, описывая статью, должен указать, если эта статья написана в том вузе, в котором работает библиотекарь, библиотекарь должен указать, что эта статья написана в этом вузе, автором, который работает в этом вузе. это тоже практически хэштег это указание на учреждение где работает автор это не ключевое слово по содержанию то есть автор мог вообще ничего не говорить о месте своей работы он мог да можно использовать нижнее подчеркивание главное чтобы был этот пробел заполнен совершенно верно чтобы был пробел заполнен каким-то образом пусть например нижним подчеркиванием это это верно дальше и так то есть есть у ключевых слов с точки зрения библиотекаря свойства ну почти что хэштег то есть указание например на место работы или на то что эта конференция для вас как для библиотекарь это важно вам потом искать например вам придут и попросят все конференции по данной теме а вы найдете если у вас есть ключевое слово конференция и но в самой статье о конференции не будет говориться ничего как еще можно назвать ключевое слово вот в некоторых библиотеках ключевые слова называют рубрика это библиотечный термин он связан с библиотечной библиографической классификации то есть сразу рубрикация статьи идет по связанные именно с тем как можно эту статью представить при помощи ббк дескриптор вот тут такое название выражение выраженная вербально лексическая единица которая отражает содержание предлагаемого текста наиболее сжатом виде рубрика дескриптор ключевое слово поиск по ключевым словам вот мы добрались до поиска ну вот в каталоге марк практически каждое слово и обозначение имеет свои ссылки можно все найти авторы кафедру и заглавие и номер части и место издания ну то есть это ссылки это не ключевые слова это просто ссылки которые внутри каталога и слава богу что существует и среди этих ссылок есть конкретно ключевые слова но книгу можно искать по любому параметру или по совокупности параметров вот обожаю я внутренний поиск который кроме всего прочего может осуществляться ну то есть внутри не для не для студентов у них есть расширенный поиск на у нас просто раздолье можно путем ввода корней основ слов искать то что нужно это расширяет потенциальную возможность найти максимальное количество документов по запросу читателя но нужно внимательность потому что если вы возьмем раннюю помощь то же самое если вы уходите рану и скажем дошкольники например да или отдельно помощь отдельно ран у вас может выскочить огромное количество книг огромное количество документов посвященных раннему обучению иностранным языкам это тоже очень популярная тема ранняя помощь в обучении иностранным языкам ранее обучение иностранным языкам поэтому конечно же нужно быть внимательным и стараться построить поиск так чтобы сошлись все звезды чтобы все было наиболее соответствовало теме поиска ну вообще что такое поисковая система есть же у нас много поисковых систем в самом начале презентации я рассказывала о поисковых системах показывала так быстренько эти поисковые системы но google яндекс я и прочее 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 но сейчас есть такие поисковые системы что вот вы гуляете внизу и видите какой-то цветочек или грибочек и вы при помощи веб-сайта при помощи поисковой системы вот видите у меня красная стрелка здесь показывает такой фотоаппаратик небольшой если вы открыли яндекс поиск по картинкам вы фотографируете какой-то цветочек или какой-то грибочек и прямо эту фотографию вы получаете таких же фотографий десятки получаете и можете по этой фотографии определить как называется цветочек который вы нашли в лесу грибочек только конечно лучше грибочки не проверять таким способом потому что когда картинки выскакивают подходящие похожие грибочек на самом деле может быть просто похож это такое дело серьезное ну вот поисковые запросы осуществляется по ключевым словам зачастую но то есть по картинкам да я просто упомянула этот поиск да что можно сейчас уже можно искать и по картинкам но зачастую поисковый вопрос включает себя не одно ключевое слово поисковый запрос а он включает в себя сразу несколько ключевых слов вот можно дорада а там дорада в духовке дорада рыбы дорада в духовке фольги рецепт с фото дорада в духовке в фольге вот это поисковый запрос он может быть какой угодно длины только если он будет очень длинным усложнится запрос и вряд ли вы получите то что вам нужно поэтому опять же мы приближаемся к ключевым словам лучше чтобы поисковый вопрос был покороче чтобы он содержал самую главную информацию о том что вы хотите спросить и так вот ответы на вопросы вопросы предполагаемые значит в первый вопрос какой регистр выбрать при наборе ключевых слов автору в соответствии с правилами орфографии конечно же а вот библиотекарю зачастую придется для ключевых слов единый регистр выбрать нижний это связано с работой систем электронных и даже для слов которые пишутся с прописной буквы тоже придется нижний регистр использовать может быть за исключением имен собственных но тут очень много таких нюансов подводных как подводных камней нужно быть очень внимательным сколько должно быть слов ключевых словах и словосочетания лучше одно 2 терминологии бывают разные к сожалению составе термина может быть и 5 слов это большая проблема потому что эти термины загромождают словарь ключевых слов в библиотеке ну вот пример расстройства аутистического спектра можно конечно сказать просто аутизм но дело в том что у аутизма много подвидов разных и объединяются эти все ну например синдром аспергера это по сути дела тоже аутизм и объединяются аутизм синдром аспергера да многое зависит от методического решения в конкретной библиотеке но методическое решение о регистре связано именно я о чем и говорила связано с работой электронных систем то есть это диктует не методист который вдруг решил чтобы все было нижним регистром написано а это диктует то система которую приходится использовать как легче как правильнее в данном случае поступить конечно же решается в каждой библиотеке по-своему значит ну вот еще пример синдром дефицита внимания и гиперактивности сокращенно sdvg но этот термин используют именно так очень многие специалисты гиперактивность иногда бывает обсуждается отдельно но зачастую именно вот этот длинный термин используется но тут можно поспорить вот это одно слово когда через дефис пишется или три слова медика психолога педагогическая комиссия но тем не менее такой длинный термин громоздки тоже существует ограниченные возможности здоровья тоже есть и такой термин да кстати об ограниченных возможностях здоровья популярности термина во времена льва семёновича выгодского использовали термин дефективные дети вот дефективные дети и все ну и в статьях выгодского этот термин существует дефективные дети есть ранее называлась специальная педагогика и специальная психология оба направления они назывались дефектология ну дефектология потому что изучает дефективных детей ну а наше общество становится мягче становится толерантнее и поэтому это словосочетание уже сейчас не подходит то есть для современной статьи если вы напишите что вы рассказываете о дефективных детях это воспримут как оскорбление однозначно значит дети с ограниченными возможностями здоровья особые дети для обучающихся детей совсем недавно возник этот термин буквально чуть ли не в прошлом году о о п а особенные образовательные потребности и зачастую это используется одновременно с ограниченными возможностями здоровья или даже заменяет ограниченные возможности здоровья но в том случае если там есть образовательные потребности то есть если это младенец вряд ли у младенца образовательные потребности у него потребности развития в целом и поэтому о п все-таки переходит туда где рассказывают о детях уже обучающихся может быть даже дошкольниках но тех кто обучается в какой части к какой части речи относится ключевое слово но в основном это имена существительные а также субстантированные части речи ну бег стрельба например и так далее прилагательные встречаются в составе ключевых словосочетания например согласные звуки далее в каком грамматическом числе должно быть ключевое слово имя существительное сразу оговорюсь это тоже методическое решение но предпочтительное во множественном это позволяет избегать путаницы поскольку есть слова не имеющие множественного числа ну например боли и боль и так если у нас будет будет слово боли использована во множественном числе то второе слово будет боль и мы будем понимать что это слово невозможно использовать во множественном числе это значит другое слово по содержанию и таким образом оба слова мы можем использовать представьте себе если бы у нас было единственное число там где есть варианты более и боль значит у нас было бы два слова боль с разными значениями так множественное число может эти слова разъединить по смыслам ну вот так вопрос не согласно так надо писать звуки согласны до ими юрьевна совершенно верно согласные звуки звуки согласные я эту тему тоже не стала обсуждать здесь в данном случае почему потому что это тоже вопрос методического решения в какой-то библиотеке может быть скажут звуки согласные в другой библиотеке напишут ключевое слово согласные звуки смотря как воспринимать это как единый термин согласные звуки или это у нас действительно звуки которые бывают согласные и и гласные сонорные звуки сонорные например да то есть да действительно эта тема тоже существует и предпочтительнее предпочтительнее если существительное будет перед прилагательным как ирина юрьевна показала звуки согласны но если у нас термин ну тот же самый детский аутизм аутизм детский может быть можно вполне потому почему потому что есть слово аутизм отдельно расстройство аутистического спектра расстройство первое слово очень хорошо синдром тоже все прекрасно а вот ограниченные возможности здоровья здоровье возможности ограничены или возможности здоровья ограничены но такой термин где мы не можем утверждать на сто процентов что нужно писать первое слово имя существительное ну нам так с этими ограниченными возможностями здоровья пока и жить пока этот термин существует а ключевых сколько ключевых слов должно быть в нкс наборе ключевых слов на самом деле оперативная память человеческого мозга такого что предлагается от 5 до 15 15 это уже такой максимум нежелательно предпочтительные 8 10 ключевых слов но вот как ни странно это да действительно связано именно с человеком с человеческим мозгом именно связано такое требование можно ли использовать сокращение но в любом случае сокращение требует расшифровки поскольку даже в одной области знаний возможны одинаковые сокращения описывающие разные понятия а то есть тнр это тяжелые нарушения речи но это и тяжелые нарушения развития если этот термин не расшифровать можно не понять о чем идет речь причем это может быть одно из главных ключевых ключевых слов в статье то есть о чем рассказывает преподаватель о чем рассказывает научный работник о тяжелых нарушениях чего речи или развитие это разные вещи как ни странно при тяжелых нарушениях развития речь да конечно же нарушается но при тяжелых нарушениях речи остальных нарушений кроме нарушения речи может не быть может могут быть только тяжелые нарушения речи Ну, честно говоря, сопровождается одно другим, и все-таки это разные понятия, поскольку автор говорит либо о нарушениях речи, либо о нарушениях развития. Так сложилось в его статье. Ну и, наконец-то, статистики. Статистика для чего нам нужна? По запросам посмотреть, что сейчас пользуется большим спросом, какие ключевые слова пользуются спросом. Также SEO, вот этот семантический анализ текста, предлагают использовать для анализа текста в целом. Ну, мы сейчас с вами дальше посмотрим презентацию и увидим пример семантического анализа текста. Но вот Wordstat Яндекса подсчитывает частотность запросов. Это интересно. Пользуясь подобной аналитикой, можно выбрать ключевые слова для статьи, которые пользуются наибольшим спросом. Это для нас интереснее. SEO-анализ. Да, ну, вот как в каталоге, например, отражены, отражена та же самая статистика. Один-три года. Это ранний возраст. О детях от одного до трёх лет три ключевых слова. Но есть ранний возраст. 1689 слов. Ранний возраст – это то же самое, что один-три года. Так вот, что вы выберете как ключевое слово? Один-три года или ранний возраст? И значит, в статье своей вы можете написать о детях от одного до трёх лет и ни разу не использовать слово сочетание «ранний возраст». Кстати, в данном случае «ранний возраст» – обратите внимание, прилагательное стоит первым. Потому что это термин. Ну, никуда не денешься. Возраст ранний – это не то. Ни один студент, который этой темой занимается, не будет искать возраст ранний. Он будет искать ранний возраст в каталоге по ключевым словам. Обратите внимание, вот логопедические технологии. 65 статей посвящено этой теме. Это очень много. Очень много книг или статей, документов, так скажем, которые рассказывают именно о логопедических технологиях. Это сейчас очень популярно. Обратите внимание, технологии обучения – 2953 ключевых… Ну, это ключевое слово – 2953 раза было использовано. Также очень часто технологии образования, технологии развития, технологии преподавания. Это всё на одну тему. Вы можете это использовать в своей статье. Добавили слово «технологии» и живите счастливо у вас. На вас больше будут ссылаться, вас больше будут цитировать. В Елайбраре вас будут искать, будут искать технологии и того-то, и того-то. И найдут именно вас. Или отдельно слово «технологии» ведёте. Ещё больше. По любому вопросу ваша статья будет выскакивать. Как видите, технологий очень много различных, да? Если одно только слово «технологии» – и… А вот смотрите, «технологии» – и… А если есть слово «технология» – это немножко другое слово по значению. То есть очень хорошо, что есть во множественном числе слово «технологии». Дальше. Переходим к семантическому анализу текста. Я использовала рассказ, текст рассказа Чехова «Беглец» для того, чтобы его проанализировала эта система. Это бесплатный семантический анализ. Но это о том, что сейчас электронные средства ещё не могут определить ключевые слова. На самом деле. То есть поиск по ключевым словам возможен, поскольку эти ключевые слова введены человеком. А сами ключевые слова, они не понимаются механизмом. Может быть, вот это вопрос соревнования искусственного интеллекта с живым человеком. Когда-то искусственный интеллект научится определять ключевые слова. Может быть, он уже сейчас движется в этом направлении. Потому что поиск действительно осуществляется именно по ключевым словам. И в том числе той же Алисой, тем же Гуглом с звуковым поиском тоже определяются там ключевые слова. Ну, просто. Вот это слово, по которому вы ищете, оно и есть в данном случае ключевое. Как я уже говорила, это ключевой запрос. Значит, смотрим количество символов 13 250, количество символов без пробелов 11 000. И посмотрите вниз таблицы. Классическая тошнота документа и академическая тошнота документа. Это просто страшно. Бедный Чехов, значит, классическая тошнота 6,86 и больше 6, почти 7 процентов академическая тошнота документа. Рассказы Чехова-беглец. Далее. Давайте посмотрим, что же это значит. Классическая тошнота. Тошнота – это заспавленность. Ну, что такое спам, все знают, наверное, да? И это частота употребления одного и того же слова, фразы, относительно объема всего текста. Высчитываются данные параметры процентами. К примеру, если слово «вебмастер» употребляется в тексте объемом 4000 символов в 40 раз, то переспам будет составлять 10%. Ну, и тошнота бывает двух видов – академическая и классическая. Тут есть ссылка, где это можно посмотреть, про тошноту. Академическая тошнота – это соотношение встречаемых в документе слов к общему количеству символов в ней. Ее используют в основном для того, чтобы рассчитать плотность ключевых слов, влияющую на ранжирование документа. То есть, ну, размер текста – тысяча слов, и слово встречается 10 раз. Значит, тошнота равна 1%. Но назвать тошнотой это уже как-то нехорошо, по-моему, звучит это нехорошо. Классическая тошнота. Бедный Чехов, у него еще есть в документе и классическая тошнота. Мало того, эта классическая тошнота не может быть меньше 2,64, даже если слово употребляется в тексте меньше 7 раз. Корень все равно извлекается из 7. Вот что такое эта самая тошнота. Ужасно звучит на самом деле. Ну, и семантический анализ текста. Может ли он нам помочь в поиске ключевых слов? Рассказ Чехова «Беглец». Значит, «беглец» – это уже ключевое слово. И вот это ключевое слово в нашей табличке не повторяется. Повторяется имя «Пашка». И повторяется местоимение «Оно». Может ли быть местоимение «Оно» ключевым словом? Нет, конечно же, если это только не какой-нибудь фильм «Оно», о котором рассказывается в статье научной или критической. Доктор, кровать, палата, все, один, мать, дверь, мужик. Вот эти слова, которые встречаются чаще всего в рассказе Чехова «Беглец». Они нам не дают представления ни о содержании текста, ни о ключевых словах в этом тексте. То есть этот SEO, семантический анализ текста, он сделан в такой базе Adwego. И она называется «Биржа контента», «Биржа контента Adwego». Вот бесплатно делается такой анализ, ну, вы можете только посчитать, сколько там слов. Сделать вывод о ключевых словах у вас, естественно, не получится. И литературический анализ, ну, разве что вы исследуете, это, наверное, лингвистический анализ текста. Вот для лингвистического анализа текста это, может быть, и подойдет. Потому что сколько раз местоимение «Оно» использовано? 40 раз. Несколько рассказов Чехова берем, сравниваем, сколько раз использовалось местоимение «Оно», в каких рассказах мы обнаруживаем, что Чехов часто пользуется местоимением «Оно». И мы пишем статью о том, как Чехов использует местоимение «Оно» в своем творчестве. Ну, если кому-то это надо, то, конечно, это можно использовать. Но это, как говорится, на любителя. Ну, в конце я даю список литературы. Если там какие-то есть отпечатки в списке литературы, вы уж меня извините, я брала это из Киберленинки, потому что там открытый доступ. Кстати, о поиске в Киберленинке. Очень интересный такой момент. Киберленинка по поисковому запросу ищет. То есть, как можно искать в e-лайбраре? В e-лайбраре можно искать постепенно. То есть, сначала вы ищете, ну, например, буллинг. Потом вы ищете буллинг в школе. Потом вы ищете буллинг в школе, издание 2021 года. Таким образом, вы постепенно сокращаетесь, сужаете поиски, находите то, что вам нужно. Вы можете сразу длинный запрос подать, но, очевидно, при подаче сразу длинного запроса, ну, что-то лишнее может появиться в этом поиске. То, что вам не совсем будет нужно. А Киберленинка работает как поиск Яндекс, как поисковик. Вы пишете название статьи, можно сказать. И вам по всем ключевым, все слова из того, что вы написали, становятся ключевыми. И, соответственно, по всем этим словам будет поиск. И по мере уменьшения соответствия будут расположены книги. То есть сначала будут идти книги, в которых использованы все слова из вашего запроса. Потом будут идти книги, в которых три слова, два слова, одно слово. И все это будет в большом списке. Ну, тут надо смотреть. Единственное преимущество Киберленинки, Если вы нажали на цитату, так называемый там значок, кавычки, то у вас выплывает библиографическое описание книги. Ну, вот в данном случае, поскольку я брала эти статьи из Киберленинки, я и обратилась к тому же списку литературы, который можно было составить при помощи Киберленинки. Но я обнаружила там какие-то, ну, что-то вроде опечаток и даже неправильное описание статей. Но поскольку достаточно быстро готовила данную презентацию, то уже на совести Киберленинки оставила эти описания. Некоторые, правда, пришлось все-таки успеть изменить. Значит, ну, спасибо за внимание всем. Желаю удачи и процветания. Очень приятно было увидеть коллег, пришедших на данный вебинар. Если есть какие-то вопросы, задавайте их, попробую ответить. Спасибо всем, спасибо большое. Да, всем обязательно здоровья, конечно же. Берегите себя. Спасибо всем, спасибо. Очень приятно. Ольга, вам спасибо. Спасибо всем, что пришли. Очень рада, что было много. Ольга.